Лоялисты не России, лоялисты Путина, то есть человека, который разоряет Россию. Вы ненавидите Россию в русофобе. Я вас за это ненавижу. Рогозин исследует просто дно Роскосмоса. Казалось, что вот уже дальше некуда. Как вы знаете, НАСА запустили марсоход на Марс, который должен снять впервые цветные кадры и записать звук с Марса, не косвенный, который через вибрации получался, а вот истинный звук Марса. И единственное, что Рогозин придумал запостить в ответ, это фотография, это изображение инопланетян с надписью Янки пошли взад и свою фотографию на Марсе. То есть вот ракеты мы запускать разучились, точнее не мы, а он. Рогозин запускать разучился, но зато научился постить протухший мем. Ну, на самом деле, такое позорище вообще. Вот серьезно. Вот как люди, которые причисляют себя к логелистам, которые все еще каким-то образом пытаются оправдывать режим Путина, несмотря на то, что режим стал международным террористом, несмотря на то, что он убивает, совершает покушение на политических оппонентов, что суд, государственные институты, политические институты превращены в фарс. Вот Роскосмос. Роскосмосом руководит человек, который позволяет себе вот такое, да. И вы все еще являетесь лоялистами. Вы же лоялистами являетесь вот этого, вот этого, да. Вот вы когда объявляете себя лоялистом путинского режима, вы себя объявляете лоялистом Рогозина. Вы себя объявляете лоялистом судов, которые судят под портретом Ягоды. Вы себя объявляете лоялистами режиму, который возводит памятник Дзержинскому на Лыбянке. Вы себя объявляете лоялистом режиму, который травит людей направо и налево и способен, который уничтожил право закона, правовую законность в России. Вы же лоялисты всему этому. Вы лоялисты беспредела. Преступный режим, набивший оскомину выражения. Вы лоялисты беспредела, вы лоялисты режима, который разрушает нашу страну. Вы лоялисты не России, вы лоялисты Путина, то есть человека, который разоряет Россию. Вы ненавидите Россию в русофобы. Я вас за это ненавижу. Михаил, почему ты выступаешь против Путина? Это ведь хорошо разбираешься в политических процессах и можешь понять, что смена власти едва ли что-то изменит. В России полно политиков на порядок более кровожидных, чем Путин. Не лучше ли сотрудничать с Путиным? Объяснить, почему для его команды выгодно принимать рыночные реформы, а не гнать пургу с Майданом? А кто будет слушать? Путин, что ли, кого-то собирается слушать? Нет. Это вопрос, тот же вопрос, который я задавал там 10 лет назад, когда говорил про Навального. Вот откуда я знаю, что Путин не готов слушать людей извне? Потому что Навальный, да, в том формате, в котором он существовал до самого последнего времени, до последнего года, наверное, просто борется с коррупцией. И абсолютно необъяснимо для меня лично, почему в какой-то момент тот же самый Владимир Путин не встретился с Алексеем Навальным один на один, да, и не сказал, Алексей, вот ты хорошо работаешь, да, я с тобой полностью согласен, нас в страну разоряют, да, разворовывают, тащат все, что плохо лежит. Давай ты, вот я создам тебе министерство, центр борьбы с коррупцией, ты будешь отчитываться лично передо мной, перед Владимиром Путином, и мы с тобой вместе поборемся с коррупцией. Вот почему такого предложения не было? Я себе объяснить этого не могу вообще ничем. Потому что если бы Владимир Путин был заинтересован в борьбе с коррупцией, о чем он заявляет регулярно, если бы Владимир Путин был заинтересован в абсорбации новых политических голосов и вообще реформированиями, реформированиями изнутри, это все бы уже давно произошло. Это не вопрос, почему я не поддерживаю там Путина или почему я там не хочу с ним в диалог вступить. Да кто со мной в диалог вступать будет? Со мной никто не вступает в диалог, даже с Навальным никто в диалог не пытался никогда вступить. И это антагонизирует людей. Та роль, место, которое занял Навальный сегодня, я абсолютно уверен, это не то место, которое он для себя даже видел 10 лет назад. Это место, в которое человек постепенно-постепенно выталкивается, когда вместо попытки диалога получает постоянное сопротивление. И получает сопротивление не за... Давайте вот честно, да, даже если все слухи вокруг Навального там относительно того, что ему кто-то с Запада помогает, это правда. Даже в этом случае, во-первых, ему начали помогать, если начали совсем недавно. Во-вторых, вся его деятельность до того, как он объявил там о своей президентской кампании, уж очевидно, точно была выгодна России, даже с точки зрения той риторики, которую транслирует Путин публично. Это важное уточнение, да, с точки зрения публичной риторики, а не с точки зрения внутренней логики, потому что внутренняя логика там чудовищная. Вот с точки зрения публичной риторики, если вы на нее ведетесь, да, вы должны понимать, что Алексей Навальный исключительно полезный режимом был бы человек. Человек, который борется с коррупцией, если Путин хотел побороться с коррупцией, он бы с этим человеком начал сотрудничать, а не воевать. Почему он начал с ним воевать? Потому что, очевидно же, задача побороться с коррупцией не стоит. Я это как раз и упомянул в своем последнем ролике «Что делать?», где говорил как раз о том, что Путин воспринимает себя как самодержец, который у себя своровать ничего не может. Но помимо того, что он сам себя воспринимает как самодержец, он еще и зависит от сонма своего окружения, которое ворует наравне с ним. И все это вместе и ставит Россию на колени и делает ее не обороноспособной, разрушает наш космос, разрушает какие-либо перспективы экономического развития и так далее, и так далее. Со мной никто не рассказывает. Вот я открыл площадку «Новая искренность» несколько месяцев назад, открыл на свои деньги. Мне не платят. Есть там слухи про каких-то других политиков, я никогда не брал деньги у иностранцев, у меня нету спонсоров. Я как бы понятно, откуда у меня взялись деньги. Я открыл площадку, на которой рассчитывал вести дискуссию, в том числе с людьми, с которыми оппозиция уже не хочет вести дискуссию, потому что у нас происходит такое расслоение на своих и чужих. Оппозиция, находясь при том, что в состоянии абсолютного безвластия, тоже пытается кинцелить каких-то людей, которые задают неудобные вопросы. Вот я выступал всю жизнь, выступал против этого, всю жизнь выступал за диалог, и поэтому у меня там на площадке появлялись люди, которых другие, скажем так, хейтят. Да, я просуществовал полтора месяца. Через полтора месяца вся вот эта работа, она была спущена, ну просто уничтожена, растоптана, пришел Роспотребнадзор, и нас закрыл. Мы до сих пор закрыты, и по всей видимости, как бы не очевидно, что мы откроемся сейчас совершенно, потому что колоссальных денег стоит такое время держать двери закрытыми, и совершенно не очевидно, что даже если мы там через 90 дней сможем открыться, что нас на следующий день не закроют еще на 90 дней или не заведут какое-то очередное уголовное дело. Вот, так что ваш вопрос просто сам по себе бессмысленен. Я выступаю против Путина, потому что Путин выступает против меня. И началось, и все началось именно с этого, да. Я не нахожусь в состоянии власти, чтобы против кого-то выступать. Я говорю вещи, которые говорю, за эти вещи меня уничтожают. Я не поддерживаю Путина, потому что в России Путина у либертарианцев нет будущего. А вся работа, которую я провожу, постоянно уничтожается с помощью силового аппарата. Несмотря на то, что те грехи, которые, скажем так, в самом широком смысле государственная пропаганда и путинское окружение любят приписывать оппозиции в России, ко мне решительно не относятся. И одна из причин, почему либертарианская партия раскололась год назад, это потому, что из-за моей принципиальной позиции непринятия иностранных грантов, из-за моей принципиальной позиции не получать деньги от иностранцев. И несмотря на это, к моей политической работе относятся гораздо резче, чем к политической работе даже организаций, которые деньги получают, но которые, скажем так, работают менее эффективно, чем я. То есть вся вот эта вот риторика Путина о том, что он защищает Россию от внешнего влияния, она, разумеется, не выдерживает никакой критики. Разумеется, она не имеет никакого отношения к реальности. Во-первых, потому что есть пример мой и моей работы. Во-вторых, потому что те люди, которые очевидно являют, чьи интересы очевидно инвестированы в другие страны в собственном окружении Путина, никаких санкций со стороны правительства в свой адрес не получают. Путина прекрасно держат свои семьи за границей, прекрасно держат свои деньги за границей, прекрасно за границу вывозят колоссальные суммы из России и пользуются, зачастую являются гражданами других стран, как Ротенберг, и при этом пользуются максимальными преференциями, преферегиями со стороны Путина. Так что вот эта вот история о том, что Путин хороший, бояре плохие, она абсолютно ложная и не имеет никакого отношения к реальности. Путин еще хуже своих бояр, но в то же время люди, которые будут вам потом продавать идею, что бояре хороший Путин плохой, это как раз самые страшные политические агенты, потому что, разумеется, сам Путин не так страшен, как его окружение. От Путина избавиться от лидера, от Путина в какой-то ситуации избавиться обязательно получится, в конце концов Путин умрет, а коллективная сущность, его номенклатура останется и обязательно попытается выдрузить во главу правительства кого-то, кто, как вы совершенно правильно заметили, будет ничуть не лучше, а, возможно, и хуже. Потому что проблема в номенклатуре, а не в Путине лично. Проблема в Путине заключается в том, что позволяет этой номенклатуре существовать, если угодно. Путин не заинтересован в том, чтобы в стране все было... Интересы Путина, интересы России – это просто не пересекающиеся абсолютно ценности. Если бы Путин ставил во главе угла будущее России, он бы 20 лет проводил не ту политику, которую он проводит. За эти 20 лет не был бы выжат из России Павел Дуров. За эти 20 лет, соответственно, ВКонтакте и Телеграм могли бы стать гораздо большими игроками на рынке социальных сетей, чем они стали в итоге. Россия, соответственно, бы играла на этом рынке значительно большую роль, чем та, в которой она играет сегодня. Роль, с одной стороны, роль изгоя, с другой стороны, роль игрока, с которым кто-либо отказывается сотрудничать, потому что в юрисдикции России невозможно искать альтернативу. Если вы умен, если вас не разводят, как Томми Робинсона, которого, по всей видимости, сейчас разводят, судя по его заявлениям последним, которые он делает, юрисдикцию России невозможно воспринимать как некую альтернативу той повестке глобализма, которую продвигают Соединенные Штаты. И это является завоеванием, в кавычке, Путина, его достижением единственное, разрушением потенциала России. Его достижением является то, что в России не сложилась нормальная экономика, и Россия не обуздала ту волну, криптореволюционную волну, которая сейчас поднимается. Это тоже шанс, который России был предоставлен, который у нас вот просто сквозь пальцы протек, потому что мы настолько заняты тем, что мы боремся с Навальным, блокируем его счета, преследуем любого оппозиционера в России, что мы не можем себе позволить легализовать криптовалюту и таким образом нанести едва ли не сокрушающий удар долларовому консенсусу. Все люди, которые сегодня делают вид, что они выступают против американской гегемонии, что их там не устраивает определяющая роль экономики США в мировом финансовом секторе, вот эти люди, они все лгут, их на самом деле все устраивает, потому что если бы их этого не устраивало, то 20 лет проводилась бы другая политика. За эти 20 лет мы построили бы нормальный банковский сектор, за эти 20 лет мы бы могли нормально легализовать криптовалюту и сделать такой инвестиционный климат, который высосал бы все соки из американской экономики, но этого не произошло из-за отсутствия визионерства, из-за того, что нужно наворовать на дворец, а не построить экономику, из-за того, что нужно посадить Навального, а не запустить марсоход, из-за того, что... Почему Илон Маск... Судьба Илона Маска, она же тоже довольно интересная, это человек, который уехал из Южной Африки, по той же причине, почему Паша Дуров уехал из России, потому что в Южной Африке, в России невозможно вести бизнес, и он уехал в Соединенные Штаты, в которых тоже сейчас все плохо, но это страна, в которой люди делают что-то совершать. Сергей Брин поехал в Соединенные Штаты, Паша Дуров поехал в Объединенные Арабские Эмираты, кстати, умно сделан, это действительно не самый худший политический режим на свете, почитайте про него, как в Эмиратах устроен республиканизм, как раз хопианский, довольно интересно. Вот, Россия могла стать плацдармом для этих гениальных людей, которые приезжают делать что-то новое, которые двигают за собой весь мир, этого не произошло по вине Владимира Путина, и не происходит поэтому. Поэтому снова отвечаю на вопрос, который мне задали до этого, почему я выступаю против Путина, потому что я выступаю за Россию, а Владимир Путин делает все, чтобы в России было. Навального в сети часто сравнивают с Манделлой и приводят Манделлу как пример для подражания. Можешь деликатно объяснить людям, почему это не самый лучший пример для сравнения? Спасибо тебе, мы тебя любим, будь здоров. А мне не кажется, что это плохой пример для сравнения, если не считать, что Манделла в тюрьме просидел больше 20 лет, и, конечно, еще 20 лет путинского режима получить бы не хотелось. Но в целом это понятный путь развития для политика, который готов играть в долгую. Вот и Путин, и Навальный готовы играть в долгую. Навальный, потому что он еще молодой, и через 20 лет он еще будет в уме, в сознании для того, чтобы быть президентом России. А Путин, потому что ему как раз еще 20 лет нужно для того, чтобы еще как можно больше наворовать. В этом смысле такой полный унисон. Заключается для России, конечно, это все крайне печально и грустно, потому что 20 лет путинского режима, это еще 20 потерянных лет, 20 лет, за которые мы не восстановим экономику, 20 лет, за которые мы будем терять свое геополитическое положение в мире, которому мы будем уступать Китаю. За эти 20 лет произойти может что угодно очередное. Произойдет криптореволюция, которую мы в очередной раз упустим, и будем в нее вбегать так же в последний вагон, как мы вбегали в последний вагон индустриализации, и будем платить за это огромные деньги. Надеюсь, меньше, чем заплатили за индустриализацию. Огромные потери будем нести. Вот это для России трагично. И понятный путь для политика, для страны, это путь, ну скажем так, непривлекательный, но сейчас других путей просто не видно, к сожалению. Если только не бороться здесь и сейчас за перемены к лучшему. И снова, если бы власть была расположена идти на диалог, то, конечно, все бы на диалог с ней давно пошли, в том плане, что и Алексей Навальный был бы в нее абсорбирован, и Илья Яшин был бы в нее абсорбирован, и до этого бы Борис Немцов был бы в нее абсорбирован. Это все было неинтересно. Было неинтересно работать на интересы России, было неинтересно разговаривать с людьми, которые придерживаются какой-то другой точки зрения. Было неинтересно работать по правилам, было интересно вести произвол, ради чего мы, главное, видели, ради чего? Ради того, чтобы построить очень безвкусный дворец. Ну, в голове, на самом деле, не укладывается. Если вы русский человек, вы любите Россию, это в голове укладываться и не должно. Так, Глеба Марьясова могут поместить в СИЗО. Рад с этого избежать, он обращается к гражданскому обществу с просьбой оказать Глебу содействие в поиске квартиры на территории города Москвы, собственники которой были бы согласны на то, чтобы Глеб Марьясов отбивал в ней домашний арест или запрет на выход из квартиры в определенное время суток в рамках меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ну вот, собственно, видимо, мы этот вопрос будем в ближайшие дни пытаться решить, чтобы Глеба Марьясова не посадили в СИЗО. Ну вот, собственно, вы видите, что происходит с активистами гражданского общества, что, как бы, какое давление... Вы спрашиваете, почему я не поддерживаю Путина? Потому что вот ни за что человека могут посадить в СИЗО, потому что им нужно палку закрыть, и ничего ты с этим не сделаешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова